Всем доброе утро! Сегодня я отправила гулять с Рексой Алишера. Это не он, это два парня, а он там дальше, его видно. Если присмотритесь, то увидите. Он играет с собакой. Ходит там. Вот там. Вот рысечка, значит, у рысечки на загривке лак, а на ухе клей ПВА. Видимо, она ночью шлялась там, где у меня все покрашено. А у Юлечка вот где. Он сегодня дрожь, знаете, где? Он спал вот там вот, в этой дырке, рядом с моей подушкой. Несколько раз я на него ложилась, как на подушку, просыпалась, думаю, почему подушка такая михалая. Он там целую ночь, целую ночь. А я сейчас пойду в душ, буду наслаждаться тем, что я сегодня с утра не выхожу с собакой. Экономлю полчаса. Я иду в Леонардо, мы поехали наконец-то покупать вещи для дома. И я хочу найти докупажные карты. И я хочу из этого магазина все, вообще все. Мне ищут на складе. Говорят, есть четыре штуки. Будем надеяться. Ура, мне все нашли. Итого четыре штуки. Анишард там, наверное, уже умер в машине за эти сорок минут. Я хожу по домовому. Я уже болю в фикс-прайсе. Я вам набрала контейнеры, разделочную доску, коврик. Все покажу дома. Кучу денег будет стоить. Кучу денег будет стоить. Кучу денег будет стоить. Мы были на рынке. Теперь мы едем в окей. Альшир скоро упадет с ног. Он устал. Мы уже целую машину накупили. А, нет, нам туда, налево сейчас. Налево. И там, где мы обычно пешком направо уходим, надо будет наоборот налево. Там, окей, на развилке, пожалуйста. Мы вернулись домой. Мы уже успели перекусить. И я отправила Алишера гулять с Рексой. Еду я уже разложила. А все остальные покупки давайте я вам покажу. Еду показывать мне интересно. Так. Значит. Сначала мы были в фикс-прайсе. Там мы купили нож. Потом. Это открывашка для банок. Для стеклянных бутылок. Для пластиковых бутылок. И аниминевых банок. Меня консервные банки интересуют. Это стельки Алишеру. Это мне два контейнера для круп. Мне все время не хватает. Я тут подумала, мне еще нужны наклейки с названиями, что внутри банки, потому что у меня много одинаковых контейнеров, я путаюсь. Это, чтобы делать пюре. Это скалка. Простенькая такая. Это прищепки, чтобы закрывать пластиковые пакеты. Ну, вот тут вот нарисован хлеб закрыт. Но я буду крупы закрывать, потому что очень часто у меня остаются открытыми всякие крупы. И они рассыпаются. Мне неудобно еще сахар там и так далее. Это игрушка для рекса. Канат. Венчик. Голубенький, как нож. И толкушка для картошки. Потом мыло. Я его купила только из-за баночки. Она мне понравилась. Она красивая. Я хочу красивый дозатор для мыла в ванную. Но я сегодня смотрела в домовом дозаторе. И они стоят в среднем 500-700 рублей. Это вообще, по-моему, обдираловка полная. Я просто сниму наклейку и оформлю в стиле докупаж. И у меня будет красивый дозатор. Это штука, чтобы счищать шерсть с одежды. И это коврик, который мы положим в душевую кабину, потому что там скользко. Вот. Все это стоило по 45 рублей за каждый их предмет. Привет, Рыся. А, и вот. Еще мы купили Рекси миски. Большие. Это две миски. Мне сейчас одной рукой не разъединить. Вот такие вот. Потому что она у меня сейчас ест из старых кастрюль. Дальше. Ой, компьютер загрузился. А, и вот это тоже было во все по 45, да? Фикс прайс. Коврик входной. Сейчас положим на место его. Это докупажные карты, которые я купила в Леонардо. Я там стояла минут 40, наверное, гоняла эту продавщицу на склад за картами. Но зато теперь я смогу делать дальше свое тремо. Дорого уже получается, потому что каждая такая карта почти 100 рублей. И я уже, по-моему, 5 потратила. 4 или 5, я не помню. По-моему, 5. Это еще 4. Это 9 900 рублей. Плюс еще другие расходные материалы. И еще я ручки буду докупать к ним. Ну, короче, целая куча. Так, и еще вот я заходила в домовой. Лешер остался сидеть в машине. Он после фикс прайса сказал, что не пойдет. Это решетка для раковины, для слива. Не люблю, когда в раковине лежат эти коврики. Они меня раздражают. Проще из слива все достать, чем из этого коврика выковыривать. Это маленькие контейнеры, которые я поставлю в ящики трюмо. Их 5 штук всего. И я буду в них складывать свои украшения. То есть, например, там сережки, колечки, вусы. И косметику можно, там какие-нибудь тональные кремы и так далее. Очень удобно. Причем я их купила. И вот еще я купила два таких. Это я уже в комод ставлю. У меня там коробки для белья стоят. Из-под обуви просто старые. И они уже разорвались. И я хочу нормальные контейнеры внутри. Я вот их купила. А после этого я зашла в Ашан. И обнаружила, что в Ашане стоят они в два раза дешевле. То есть, это в домовом, по-моему, стоило 15 рублей, а эти 40. А вот в Ашане они реально в два раза дешевле. Я так разозлилась. Это крючки. Просто для полотенец. Потому что у нас тут все висит непонятно на чем. Это чехол для зубной щетки. Когда мы с Алишером куда-нибудь едем, очень удобно будет. А то мы все время в пакет заматываем. Как какие-то бедные родственники. Так, это еще один коврик в ванную. Но это мы уже положим на пол перед душевой кабиной. Потому что, когда выходишь, очень не хочется вставать босыми мокрыми ногами на плитку. Поэтому это будет лежать перед душевой кабиной. И причем я его купила. Но мне он не очень понравился. Потому что эти рыбки, они красные. А там красного у нас нет в душевой кабине. Но больше ничего такого мне не понравилось. И потом опять же я зашла в Ашан. И увидела коврик полностью по цвету, как мне нравится. Но я уже купила этот. Так, это скидки. Скидки, скидки. Где-то еще должны быть наклейки. Я тут посмотрела. Если я соберу, не помню, 8 наклеек. Я, короче, миксер хочу. Вот надо 7 фишек. Тогда он будет стоить 1500. У меня 3 фишки. Надо собирать. Я хочу миксер. И вот я еще купила вот такую красивую разделочную доску. Бамбуковую. Сейчас тоже положу на место. Она мне очень нравится. Вот. Вот все, что мы купили для дома. Из важного, что мы не купили, это сушилка для посуды. Куда тарелки ставить вертикально, чтобы вода стекала. В домовом были, но я хотела пластиковую, просто чтобы в шкаф убирать простенькую. Она не стоит дешево. Реально должно стоить рублей 300. В домовом были только за 800 и дороже. То есть 800 это была самая дешевая. И причем они металлические были. Ну, в общем, я не взяла, потому что слишком дорого пока. Нет денег на это. В следующий раз заедем. Все равно придется ехать в домовой, потому что там я нашла ручки. Мне нужны ручки не только для этого трюмона, который я делаю. Но мне надо заменить ручки на моем комоде. Видите, что случилось? Они все поотваливались. Это единственный ящик, на котором остались ручки. И то. Это был нижний ящик, я его меньше всего открывала. И та же самая беда у меня вот здесь вот на компьютерном столе. Я просто куплю 9 одинаковых ручек и прикручу их. Так что меня еще ждут поездки по этим магазинам. Отчелось я буду наслаждаться. И все это раскладывать по своим местам. А потом я сяду работать, потому что сейчас уже полшестого. Я сегодня работала только полчаса. Надо бы поработать. Сейчас сесть и ударно до ночи просто работать, работать, работать. И все остальное уже завтра. Я хоть чуть-чуть разгребла коридор. Видите, тут уже пройти можно. Завтра я хочу и это все отсюда убрать. И на кухне... Вот, мне надо будет еще сейчас лаком покрыть табуретки еще раз. И тогда завтра уже можно будет здесь есть за столом. Риска, помаши лапкой. Передай всем привет. Я поставила мусорное ведро на место. Вот каким оно получилось. Ну, если близко не рассматривать, то очень даже ничего. Я его тепляп делала. Ну, мне нравится. Вот оно в таких шоколадках. И сверху вот здесь такая розочка. Потому что шоколадок не хватило. Вот. Так что теперь у меня будет такое красивое ведро. Может быть, не знаю, помните вы или нет, оно раньше было в таких цветах разрисовано просто. А-ля... Ну, круглая и пять лепестков. Но оно уже все облезло, поэтому я так сделала. А табуретки осталось покрыть еще одним слоем лака. Сейчас я это сделаю, и все, уже вечером на них можно будет сидеть. Они такие клевые получились. Просто нереально. Мне очень нравится. По сравнению с тем, что было, это вообще... Ой-ой-ой, тут лак. Так, сейчас буду красить. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас пойду гулять с собаками. Дальше десять вечера, и, наверное, я все-таки пойду на пробежку. Потому что пора уже вернуться к спорту. И я съела полбатона на ночь. Мне просто очень сильно захотелось. Я помыла посуду и поставила вариться еду собаке. Это ее рубец. Слово богу, последняя порция. Она так пахнет ужасно. А это варево из овощей и гречневой каши. Но я поставлю это все на огонь, только когда вернусь. И завтра я буду делать тремо. Смотрите, какая разница. Вот это новые докупажные карты, а это уже приклеенные. Это изначально они были одинакового цвета. Просто из-за того, что я лаком покрывала, они вот так пожелтели. Но мне нравится, как смотрится тремо. Завтра буду вот эти боковые поверхности делать. И вот доделаю вот эту штучку. Фу. И вот это. Ты что делаешь? Что ты делаешь, Фекса? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Кто я сцвинью? Кто я сцвинью? Кто я сцвинью? Я что-то вас съем. Я-я-я! Что это, что это, что это? Что это? Это я свинюю. Иди ко мне, я тебя обниму. Эй, Игрулька. Тихо, только не рывайся. Ты сильная кобыла уже стала. Тихо, нельзя! 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 Стой! Нельзя! 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 тихо успокойся я тебя боюсь стой не надо так беситься все все успокоилась ты слишком большая у меня уже есть ники сидеть 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 я хотела надеть для бега вот такую вот кофту ладно она мятая но могло такое произойти это штука прямо между лопаток на стене не выкидывать кофту что ли и в чем я пойду бегать мы пришли с пробежки стройкой так как ты себя чувствуешь я в первый раз пробежала два с половиной километра за один раз я включила приложение которое специально для бега предназначено и она мне кстати очень посмешила потому что когда рекса остановилась делать свои дела я соответственно становилась ней один из приложения наругалась на меня сказала продолжай-ка свою тренировку почему-то остановилась пришлось бежать дальше я бежала по темному парку и думаю что украдет какой-нибудь маньяк на маньяк меня не украл вместо этого меня догнали менты попросили уступить им дорогу пришлось бежать по газону сейчас я включу какой-нибудь и потренируюсь я покормила животных и немножко убралась помыла подсюда и в общем сейчас первого у меня там курицы готовится на три дня вперед и влог сохраняется за позавчера я никак не могу догнать по расписанию выкладку влогов вот в пятницу мне подключить нормальный интернет и я больше не буду по 10 часов видео загружать а вот загружать за 15 минут и тогда я видимо смогу выложить подряд несколько видео сейчас это все сохранится я пока помою пол потому что я не хочу этим завтра утром заниматься и приму душ и лягу спать а лишен мне позвонил какашка такое он остался у друга ночевать я на него обиделась так что ладно ребята всем спокойной ночи всем до завтра